кайлаш похож на библиотеку со ста миллионами книг только без полок дьянолинга это эффективная библиотека где легко найти нужное пытаясь найти нужную книгу вы никогда оттуда не выберетесь если вы сможете быть здесь абсолютно хотя бы на миг тогда все становится возможным просто нужна интенсивность намаскарам сад куру вы рассказывали что кайлаш это духовная библиотека где многие великие люди оставили свои знания возможно ли что-то подобное в дьянолинге как вы знаете вершина вели ангири известна как южный кайлаш потому что она обладает схожими свойствами но не в таких масштабах какое значение имеют масштабы они поражают воображение но для знаний они не имеют значения потому что представьте что вы пошли в библиотеку вашей школы или колледжа в которой может быть пол миллиона книг или вы отправились в публичную библиотеку в которой 10 миллионов книг отправитесь ли вы в библиотеку в которой пол миллиона книг или в ту где их 10 миллионов вы скорее всего прочитаете только 10 может быть 50 или максимум 100 книг вы не прочитаете пол миллиона или 10 миллионов так что это только вопрос выбора если вы пойдете в библиотеку с 10 миллионами книг и там не окажется хорошего библиотекаря ничего нужного для себя вы найти не сможете не сможете только если библиотека не будет хорошо каталогизирована а кайлаж не каталогизирован он как спутанные волосы так это описывают и так это на самом деле похоже на спутанные волосы ади йоги стоит ему встряхнуть головой и весь каталог будет нарушен так что вам придется искать самим не то чтобы это было невозможно просто чтобы успешно воспользоваться этой библиотекой требуется определенное образование до вас просто ошеломят подобные объемы книг там будет полно таких книг которые для вас совершенно неактуальны так что в этом смысле дина линга это эффективная библиотека хотя у нас и не так много книг как в кайлаше но у нас есть все необходимое и легко найти нужное потому что все лучше организовано и каталогизировано просто нужно потратить достаточно времени чтобы увидеть когда я говорю увидеть я имею ввиду сначала мы видим буквы потом разбираем алфавит потом слова потом предложение потом пытаемся понять о чем все это такова природа освоение прочитанного сначала вы должны суметь увидеть это значит вы должны уметь распознавать буквы слова предложения и так далее это может занять время да иногда но не обязательно огромное количество времени просто нужна интенсивность если вы сможете быть здесь абсолютно хотя бы на миг не беспокоясь о созданном вами коллаже о том кем и чем вы являетесь о своей безопасности о благополучии и прочей ерунде если вы сможете отключить свой инстинкт самосохранения вот почему на входе в динолингу барельеф лежащего йогина показывает где вы должны оставить себя прежде чем войти вы должны оставить там свое тело свой разум свои идеи свои мнения и прочую чепуху прежде чем войти и сесть под куполом где это написано это нигде не написано но тогда все становится возможным по объему и масштабам это не кайлаш но кайлаш это данные сваленные в кучу кайлаш похож на библиотеку со ста миллионами книг только без полок просто сваленных в кучу вам придется рыться во всей этой куче это титанический труд даже великие мудрецы такие как ришабх махариши ушли на кайлаш и пропали там так и не вернувшись потому что если вы увидите триллион книг в виде одной большой кучи то пытаясь найти нужную книгу вы никогда оттуда не выберетесь это случилось со многими мудрецами и святыми я думал взять несколько человек и отправиться туда на три месяца чтобы исследовать все самому но когда я пригляделся поближе я понял что если я возьмусь за это то это будет конец поэтому я решил что мне и здесь хорошо я на линга предлагает схожие возможности но в более сжатой форме этого достаточно для любого человека если только не явится сам оди йоги потому что он скажет ну надо же какую забавную игрушку вы придумали любой другой воспримет дьянолингу как величайшее достижение и только он может смотреть на него свысока но это нормально ну здесь да